привет друзья у меня был обзор на эхолот лоренс хук 3 появилось очень много вопросов сейчас мы еще раз по нему пробежимся по настройкам где устанавливают датчик и вот постараюсь ответить на все ваши вопросы и получится еще один как бы небольшой обзорчик и так прежде всего где устанавливаем датчик раньше как и все я устанавливал на кронштейне я пускал воду но это не очень удобно от него летят брызги ну и еще ряд неудобств и я его установил непосредственно в транец сейчас я покажу как я это сделал конечно извиняюсь за беспорядок осенние рыбалки вот он вот таким вот образом он установлен просто прижатся ко дну без проклейки без всего через резиночку прижат стальной пластинкой вот таким вот образом единственное условие его что для работы он должен хотя бы наполовину быть закрыт водой это очень важно между датчиком и дом не должно быть воздуха это очень важно сейчас мы еще раз пройдем по всем настройкам я для себя нашел оптимальный вариант может и для вас это будет актуальным удобным ну вот сам на самом корпусе как бы пультик управления кнопочка вкл и выкал как обычно кнопка быстрое переключение луча очень удобно не надо заходить в меню одним нажатием можно переключать ночь лучи кнопка меню управление меню и кнопка интер типа сах это сохранить или выбрать ну давайте начнем вот нажимаем меню первое у нас характеристика чувствительность нажимаем интер смотрим здесь либо авто либо вручную и третья настройка если мы здесь не мы выбираем режим вручную то в настройках можно установить процент чувствительности для себя выбрал режим авто потому как у меня условия плавания меняются постоянно то я хожу по основному руслу где как бы большая глубина либо хожу в протоках поэтому чтобы для без конца не не переключать я выбрал режим авто так следующая дистанция что такое дистанция дистанция это отображение дна на экране допустим вот у меня сейчас выбраны 6 метров сейчас глубина сейчас глубина 1 и 9 метра ну пускай скажем 2 метра вот у меня на 6 значит у меня одно где-то выбрана где-то будет показывать в 1 3 экрана это в общем удобно следующая настройка это частота работают в двух диапазонах либо на 200 либо на 83 я уже говорил что здесь есть кнопочка быстрого переключения что в общем в меню сюда заходить уже не нужно переключается частота вот вот эта кнопка видите 283 очень удобно очень быстро следующая настройка подавления шума можно его отключить либо низкий поставить либо высокий что это такое это как бы должен устранять излишние помехи от работы двигателя либо сильно загрязнена вода много плывет мусора вот он как бы эти помехи отсекает но я бы посоветовал его отключить либо поставить низкий иначе бывают моменты что он просто некорректно начинает показывать но я не заметил каких-то каких-то больших помех от этот работы мотора так что лучше его отключить следующая скорость импульса это скорость прохождения луча от датчика до дна либо датчика до препятствия и обратно здесь нужно ставить самый быстрый потому как при движении чем быстрее и пусть тем точнее информация на экране просто ставьте самые быстрые не заморачивайтесь дальше цветовая линия здесь какая ситуация он показывает плотное одно более темным мягкое одно ярче здесь по желанию просто в процентах можно выставить как вам удобнее хотите поярче чтобы показывал больше желтенького красненького это мягкое одно эта линия будет шире если хотите по контрастней процент ставится больше он начинает затемняться вот смотрите сейчас я ну давайте поставим пускай даже 80 процентов 95 90 вот смотрите что будет он будет показывать слишком ярко и в общем то не совсем понятно то ли дно у него мягкое то ли твердое здесь нужно поэкспериментировать по выбирать вы же знаете какое у вас но допустим ну или посмотреть в определенном месте и поэтому дну просто на настроить экран следующая функция значки рыб здесь он показывает либо символами либо символами и показывает на какой глубине она находится либо эту функцию можно отключить с рыбами здесь такая ситуация вот тоже писал кто-то говорит что вот у меня холод показывает всю рыбу в пол воды с дело в том что он пока ловит рыбу та которая находится в толщине значит воды а придонную рыбу он путает ее с рельефом дна поэтому как бы вот это холод именно у для поиска рыбы не совсем при пригоден следующая функция данное наложение здесь глубина температура и напряжение можно на экране выставить вот у меня выставлена глубина температура и аккумулятор эти цифры можно делать большими и маленькими вот я сделал глубину показывает большими но температуру напряжения маленькой ну кому как удобно давайте теперь пройдем по всем настройкам покажу какие я выставил настройки может быть вам это будет может быть вам это пригодится потому как я экспериментировал уже знаю чувствительность чувствительность стоит авто если же вручную то лучше всего 75 процентов здесь процентов на 75 процентов дистанция про дистанцию ну в общем то уже это говорили либо автоматически либо нет но это зависит от того какая у вас оптимальная глубина то и выставить здесь все как бы очень просто так дальше подавление шума я уже сказал что я его отключаю совсем скорость импульса максимальная самая быстрая цветовая линия 60 70 процентов значки рыб ну кому нужно рыбу там искать кто ставит меня рыба как бы мало интересует меня больше интересует перспективные места найти бровки либо там яму либо на ходу чтоб меня это обовещал о умели чтобы но не наскочить кстати вот это холод рельеф дна показывает изумительно хорошо и работает очень на маленькой глубине вот несколько холодов у меня было они начинают работать где-то с полутора метров этот примерно 80 90 сантиметров он уже начинает сигнализировать вот этот в этом не очень большой плюс ну вот наложенные данные там как бы глубина температура это я уже говорил это вот эти цифры тоже кому как удобно ну вот вроде бы и все удачи будут вопросы пишите разберемся чем могу помогу всем пока